Права человека Права человека. Есть институт по правам человека, есть аппарат уполномоченного по правам человека. Мы узнаем от жителей нашего города, что такое права человека. Что такое по-вашему права человека, как вы для себя сформулируете это понятие? Это для меня сложно, права человека. У меня никаких прав нет, вот у меня лично никаких нет. Я старый человек, я никому не нужна в этом обществе. Никого. Так сразу, сбоку-баху, я не могу ничего сформулировать конкретного. Какой сложный вопрос. Папка сейчас скажет. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Как права человека? О-о-о! Права человека? Так, она общество знания учит. Он тоже. Права человека, все это написано, все вопросов нет. И права человека, короче говоря, как в Англии выделили место, вот там ходить и высказывать свои мысли. А нечего ходить по улице, я бы всех арестовал и посадил. Что не мешает просто, дадим жить. Я вообще с политикой не люблю связываться, честно говоря. И права человека, и мне не хочу комментировать. Права человека? Я думаю, такие вещи просто так не объясняются, они понимаются по наитию. Блин, конечно. Сейчас буду выглядеть тупым. Не люблю выглядеть тупым. Ну, права человека, это то, что, господи, это сложный вопрос. Не снимайте пока, дайте мне подумать. Да, я, представляете, я могу не знать, вы можете запросто нарушать мои права. Вот такая вот неграмотная молодежь. Ну да. Права человека, мои права какие-то, на которые я имею право. То есть они должны быть обязательно. Какие у вас есть права, вы можете сформулировать? Право на свободу, право на жизнь, право на работу, право на жилье. Основные. Пожалуй, этого достаточно. Ну, не знаю, например, право на свободу. Свобода слова. Свобода общения. Самому выбирать, с кем общаешься, с кем нет. Независимо от мнений окружающих. Это самое главное, наверное. Право на свободу слова, свободу выбора. Свобода мест жительства, передвижения. Все присутствует в моей жизни. Все чудесно у меня. Никто не ущемляет моих прав. Для себя, как со школьной скамине, наверное, право на свободу. Право на жизнь, право на труд, право на отдых. На самоопределение, что-то такое. Право на лечение, на учебу бесплатно. Право на учебу бесплатно. Право слова. Право свободное слово. Право, то есть, ну, это право, которые, я не знаю, короче, как-то. Ну, право и право. Тот человек, который человек, никто и может спретить. Жить в соответствии с моими понятиями о честности, о совести. Я имею на это право. Первое, это право на жизнь, конечно. Право на труд, как нас всегда учили раньше. Право на образование, право на свободное воле для изъявления. В общем-то, это основные, я считаю, права. Свобода передвижения, свобода воли изъявления, свобода для расповедания. Ну, основное, наверное. Свобода жить. Заниматься своим делом. Тем, чем тебе нравится то, что умеешь. Право, свобода выбора, свобода голоса, свобода выбора, я уже сказала. Вереги. Вот основные, наверное. Для расповедания, ну, в нашей стране, по крайней мере. Ну, так как-то ничего в голову больше не приходится сейчас. Право на свободу выбора, право на свободу слова, на религиозные взгляды. Ну, я не знаю, я не подготовлена. Ну, вот так, как-то так. Право жить. Право на жизнь, на образование бесплатное, наверное. Ну, как-то это изучалось. Право на какое-то... Не знаю. Не знаю, право... Ну, да, право на жизнь, на основное что-то такое. Вот. По-моему, некоторые из них даже в конституции записаны, там, право на свободу слова. Право на выбор определенной религии, право на жизнь, в конце концов. Право на свободу слова, да. На собственность, на... На жизнь, наверное. Ну, медицинские услуги, потом образование какое-то там, какие-то. Я даже не знаю, извините. Только вот с законом регистрации сейчас проблемы у всех, я думаю, у большинства людей. Но с правами пока все в поэтке. Мне, на самом деле, часто смешит то, что якобы в России есть свобода слова. Свобода слова. Право, свобода слова. На самом деле, это не так. Ну, не совсем так. Потому что у нас часто... Если ты как-то себя выражаешь, то тебя пытаются заткнуть. Правильно? Ну, не всегда, но частенько. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы это соблюдалось и чтобы... Уезжать из страны. Уезжать из страны. Да, в общем, на самом деле, много каких-то права нарушаются. Не только в России, конечно, во всех странах. Но хотелось бы, чтобы больше соблюдались все-таки какие-то законы у нас. Какие предписаны права человеку, но они часто не соблюдаются. Я не знаю просто... Не знаю, правда? Давай, говори. Продолжение следует...